Поговорив о хранимых процедурах, мы рассмотрим еще один вариант использования процедурных расширений SQL. Это механизм триггеров. Что же это такое? Зачем это может быть использовано и бывает использовано? Триггеры позволяют обрабатывать определенные события внесения изменений в базу данных. Эти события называются инициирующими операциями. И чаще всего, хотя это не обязательно, триггеры используются именно при операциях изменения самих данных, то есть вставке, изменении или удалении. При этом инициировать выполнение триггеров может быть изменения в какой-то конкретной таблице. Проще говоря, мы можем ввести триггер только для того, чтобы определить какие-либо изменения в одной таблице базы данных. Нельзя создать таблицу условий из нескольких таблиц, просто потому что одновременная ставка или изменение в нескольких таблицах это не очень хорошо специфицируемая операция. Ну и более того, оно во многих особо-то принципиально невозможно. Итак, что же касается момента вызова, то вызов обработки этого события может быть осуществлен непосредственно до операции. То есть при, например, вставке записи базы данных непосредственно перед вставкой производится вызов соответствующего триггера. Либо после внесения изменения в какую-либо таблицу. Ту таблицу, на которой специфицирован триггер, называют предметной таблицей или subject table. Иногда сами по себе триггеры могут добавлять какие-то значения, изменять значения в других таблицах, вызывать исключения, намеренно или не намеренно. И в этом случае те операции, которые привели к их запуску, могут быть отменены. Это важно помнить и понимать. Кратко характеризуем триггеры особенностями их работы. Мы сказали о том, что чаще всего используются триггеры при изменении соотношения в базе данных. Однако в некоторых СОБД реализуется также механизм запуска триггеров по изменению схемы базы данных. Это иногда тоже бывает полезно, ну, например, для того, чтобы версионировать реальные изменения схемы базы данных и хранить их в каких-то отдельных таблицах. При добавлении данных блоками или обработке блока данных триггеры, опять же, в зависимости от СОБД, могут выделять обработку построчно и проводить построчную обработку. То есть, например, если мы выполняем операцию апдейт с каким-то условием В, то если это условие затрагивает несколько строк, то мы можем указать, единый, что будет выполняться триггер или же выполняться будет для каждой строки. Возможности использования старых и новых значений. Тут важно понимать следующее, что если у нас есть операция апдейт, то мы имеем дело со старым значением записи, которое было до изменения, и новым значением записи, которое будет после изменения, которое вносится, собственно, оператором апдейт. Для оператора insert, соответственно, есть только понятие нового значения, а для оператора делить, соответственно, старого. И в большинстве случаев мы имеем возможность, когда, в зависимости от оператора, использовать старое или новое значение, или их оба, если это оператор апдейт. Это также необходимо в каких-то случаях обработки. Собственно, сами по себе триггеры, их исполняемое тело является также процедурным, частью процедуры, по сути, которая может в себе содержать все те языковые возможности расширения PSM, в том числе вызову процедур, выполнение каких-то операций, соответственно, вызову SQL-запроса на SQL-DML или же работа с переменами. И при этом, если мы в рамках триггера вызываем какую-либо процедуру, или же непосредственно меняем значение в каких-то, или в этих же таблицах, в той же таблице, в которой мы, в изменении, в которой инициировал запуск триггера, то это может привести, соответственно, к запуску триггера для тех таблиц, в которые мы вносим изменения. Важный момент является также транзакционность и сохранение контекстов или, так называемых, состояний. Когда производятся изменения и запускается триггер, который обрабатывает эти изменения, он выполняется в некотором контексте, и этот контекст и выполнение триггера обрабатываются транзакционно. То есть, если у нас возникло некоторое исключение или ошибка в процессе обработки триггера, то данное состояние таблицы, метной таблицы, в которой был вызван этот триггер, то оно должно вернуться в состояние до начала его выполнения. И если в рамках исполнения триггера какие-то операции приведут к вызову новых триггеров, то текущий контекст будет положен в стэк, и для нового триггера будет, соответственно, создан новый контекст. Ну и так далее, к каким последствиям может это привести, в общем, понятно, да. То есть, если мы зациклим выполнение триггеров, мы вполне можем привести к нештатной ситуации, когда у нас либо переполнен за стэк, либо мы просто, например, легко можем достичь ситуации, когда мы циклически, ну или рекурсивно в каком-то смысле, запустим выполнение триггеров на какой-либо таблице. Вот это, естественно, приведет к проблемам в работе с УБД, но она там во многих случаях с этим может самостоятельно справиться без потери целостности. Вот, но в каких-то случаях могут быть проблемы и потребовать вмешательство администратора базы данных. Важным отдельным моментом, который тоже хочется проговорить в стандарте SQL и во многих с УБД, поддерживается интересный принцип последовательности исполнения триггеров. То есть, если у нас триггер создан для какой-то определенной таблицы, например, с правилом до вставки записи, да, before insert, то ничего нас не ограничивает создать несколько триггеров, которые будут выполняться по этому же событию. При этом во многих случаях будет иметь значение порядок их исполнения. Исполняются они последовательно, а порядок их исполнения согласно стандарту таков, что первым исполняется тот триггер, который с точки зрения временной метки создан раньше остальных. Ну и далее это правило также справедливо. То есть, исполняется триггер в том последовательстве, который были созданы. Это не то, чтобы очень логичное правило, но тем не менее такое соглашение существует, многие ему следуют, это проводит некоторым неприятным моментом. Если мы выделяем несколько триггеров и хотим по каким-то соображениям изменять порядок их выполнения, мы должны вначале удалить все эти триггеры, ну или часть этих триггеров в зависимости от ситуации, и пересоздать заново в том порядке, в котором мы хотим, чтобы они выполнялись. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!